У меня сегодня очень важная тема, которую мы практически никогда не затрагивали. Есть у нас определенные ресурсы в нашей системе, но я бы хотел как раз сегодняшним вечером об этом поговорить. Это как раз о том, каким образом правильно закрыть месяц и каким образом можно сделать новую квалификацию. Эта тема больше касается людей, которые имеют команду, поэтому если у вас пока нет команды, вам это будет в любом случае полезно, но со временем вы поймете, что от ваших действий будет зависеть очень многое. И иногда на кону стоят десятки, то есть сотни тысяч баллов из-за того, как вы действуете в конце месяца. На сегодняшний день у нас 25 число и осталось буквально меньше недели для того, чтобы закрыть этот месяц. И конечно же многие из нас ставили определенные цели на этот месяц. Скажите пожалуйста, кто какую цель ставил на этот месяц себе? Напишите пожалуйста в чат. Я имею ввиду по квалификации, не по количеству работы, а по квалификации. Да, я вижу младший менеджер, 11%, лидер организации, менеджер, менеджер, 7 новых первых линий. Отлично, отлично, отлично. Друзья, это здорово, я надеюсь, что вы писали это все дело в планировщике в своем, поставили цели и конечно же вы это делали со спонсором. Сейчас, когда у вас осталось буквально 5 дней до закрытия месяца, если у вас, скажем так, выполнено менее чем 80% товарооборота, у вас скорее всего есть какие-то определенные сомнения. И это нормально, и есть конечно два пути. Первый, это отказаться от своей цели. Да, это путь, по которому в принципе многие идут, но со временем, поверьте, со временем вы будете настолько, вы понижите свою самооценку. И как правило, люди знаете, они ставят себе сначала цель младший менеджер и так вот из месяца в месяц. И потом получается, что они уже сами не верят в то, что у них получится. Поэтому второй вариант, более подходящий, это найти ресурсы, достичь свою цель. И поверьте, эти 5 дней, которые у нас есть, они действительно, они могут это сделать, потому что это самые ценные, как раз вот последняя неделя самая ценная. И те, кто, люди, которые имеют уже большие квалификации и большой товарооборот, я думаю, вы не дадите соврать, что бывает, просто чудеса происходят в последние дни. Да, и у нас это было неоднократно, у наших спонсоров мы знаем. Поэтому вот здесь у меня есть такая мысль, да, то, что по пути мысли течет энергия. Если вы поставите себе четкую цель, если вы захотите прежде всего это сделать, поверьте, найдутся ресурсы, найдутся люди, найдутся товарообороты, покупатели, люди, которые желают так же, как и вы, закрыть какой-то новый уровень. И у вас все получится. Главное, чтобы вы не сдавались. Поэтому я бы хотел задать вам такой вопрос. Уверены ли вы в том, что у вас получится достичь ту цель? Поставьте, пожалуйста, в процентном соотношении, насколько вы уверены, что вы сделаете ту цель, которую вы поставили в начале месяца. То есть, если вы 100% уверены, ставьте 100%. Если на 50%, ставьте 50%. Если вы не уверены, вы можете поставить 0%. 100%, 80%, 83%, 50%, 90%. Супер, супер, отлично. Отлично. Вы знаете, наш бизнес, он похож, это как будто вы на турнике потягиваетесь. Первый раз очень тяжело. А так же делаются квалификации. Когда вы делаете новую квалификацию, допустим, 11% или 14%, да, то вы очень, ну, скажем так, с трудом ее делаете, да, вы еле-еле натягиваете. Но в следующий месяц, потом еще в следующий месяц, это все делается намного легче, да, и потом со временем вы понимаете, что это делается самого по себе, а вы уже готовы делать 16%. И, конечно же, есть люди, которые быстро растут, они там буквально за первый месяц делают такие обороты. Вот, но для тех людей, которые давно в бизнесе, поверьте, очень важно идти до конца и до последнего, до последней минуты не сдаваться, до 12 часов ночи делать эти обороты. Поэтому, друзья, я вам рекомендую выбрать как раз второй путь, да, это найти ресурсы и любым способом достичь эту цель. Есть определенный план работы, да, как нужно достигать свою цель, как нужно закрыть месяц. Он состоит из трех пунктов. Первый пункт – это работа с вашими партнерами. Второй пункт – это работа с вашими кандидатами, которые еще не партнеры. Конечно же, они будут, если эта работа будет, если вы в этом месяце проводили встречи, я надеюсь. И третий – это работа с клиентами. Сюда я также отношу партнеров, которые у вас подписаны, но они не активны в бизнесе. Это то же самое, те же самые клиенты со скидкой. Итак, что нужно делать как раз вот по отношению с партнерами, да? Важно найти в вашей группе людей, которые точно так же, как и вы, хотят достичь свою поставленную цель. Если вы работали по системе, если вы в начале месяца планировали месяц с ключевыми партнерами, то у вас, по идее, есть такие партнеры, которые ставили себе определенные цели. Поэтому вам нужно связаться с этими партнерами и узнать, насколько процентов они оценивают вероятность достижения цели, насколько близки они к этой цели. И задать им вопрос, поэтому из двух путей, куда они пойдут. Они будут достигать свою цель, бороться до последнего, или же они считают, что нужно перенести ее на следующий месяц. Мы, конечно, не наемные рабочие, мы никому ничего не должны. Но очень важно в этой команде, в вашей команде найти таких людей, с которыми вы будете достигать эту цель. Поэтому очень важно на первом этапе найти людей, с кем вы будете работать. И найти людей, с кем вы составите четкий пошаговый план и начнете действовать. Поверьте, вот эти несколько дней, они самые важные в нашем бизнесе. Работа с партнерами. Первым делом вы должны посмотреть, кто из ваших партнеров не дотягивает до квалификации. Бывает очень часто, что у нас есть партнеры, которые не совсем знают маркетинг-план. Они даже и не понимают, что им осталось 50 баллов, чтобы закрыть 6%. Вы можете человеку просто позвонить, объяснить о том, что, понимаешь, если ты сделаешь еще 50 баллов в этом месяце, у тебя уже будет скидка не 3%, а 6%. Плюс ты можешь получить определенные бонусы. Иногда можно даже с такими людьми договориться, если это ваши близкие люди. Вы можете попросить их, вы можете сказать, ты знаешь, я иду на новую квалификацию, для меня очень важно это. Я бы хотел тебя попросить доделать какой-то оборот. Может, у тебя есть друзья, которым ты хотел сделать подарки. Может быть, у тебя есть люди, которые хотят что-то купить, но ты их перенес на следующий месяц. Вы знаете, это такая очень большая, наверное, болячка. Партнеры, которые уже сдались, они уже решили, что они не закрывают в этом месяце новую квалификацию. Они не пошли по этому пути. И у них есть люди, которые готовы сделать оборот или даже иногда регистрации. И они сами их отговаривают. Они говорят, слушай, ты уже в этом месяце не стартуй, что тут осталась неделя? Стартанешь со следующего месяца. Или некоторым говорят, ты уже в этом месяце не делай заказ, я со следующего месяца тебе это сделаю. Это очень опасно, потому что я видел на своем опыте много людей, которые благодаря этому вообще не стартовали. Люди вообще отказывались от своих заказов. И вы должны понимать, что от таких вот мелочей зависит, может быть, квалификация вашего спонсора. Я понимаю, что все мы эгоисты по своей природе, но вы должны понимать, что у вашего спонсора таких, как вы, наверное, много людей. Если каждый вот так вот одну регистрацию решит откладывать на следующий месяц, может быть, из-за этого не будет в принципе того результата. Поверьте, результат вашего спонсора, он напрямую влияет на ваш результат. Потому что если особенно вы работаете в одном городе со спонсором, спонсор это ваш инструмент. Ну, я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Кому из ваших партнеров выгодно, прежде всего выгодно приобрести ПАК-21? Кто из ваших партнеров, может быть, у кого-то уже заканчиваются тест-паки, может быть, нужно обновить, может быть, кто-то не приобрел тест-пак, может быть, кто-то стартовал на 50, на 100 баллов или там на 150 баллов, да, и до конца месяца он, ну, скажем так, не дошел до 250 баллов. Этих людей нужно найти, да, этих людей нужно выявить им, позвонить, обязательно с ними это проговорить. Может быть, кто-то с ваших партнеров не сделал 100 баллов личного оборота. Здесь я имею в виду, есть партнеры, у которых есть группа, да, которая делает какой-то определенный оборот, они надеются на бонус, но они не сделали даже 100 баллов личного оборота. Я думаю, вы знаете, да, что наш маркетинг-план сделан так, что если вы не делаете даже 100 баллов личного оборота, то бонус вам не положен, то есть бонус вы не получите. Поэтому есть люди просто, которые, может быть, забыли, им нужно напомнить. Я считаю, что 100 баллов это очень мало, да, то есть 250 баллов это как минимум, что партнер должен делать. Но, в принципе, есть такие люди, которым нужно напомнить. У нас буквально через неделю будет, во многих городах будет тренинг по новому продукту, да, по дзейтгарту, и вы знаете, что квалификация на этот тренинг 100 баллов. Поэтому узнайте обязательно, кто из ваших партнеров планирует посетить этот тренинг. Да, если он еще не знает об этом тренинге, обязательно расскажите. И, конечно же, для этого нужно сделать 100 баллов. Поэтому, в принципе, благодаря вот таким вот простым вещам, вы можете значительно, особенно если у вас большая команда, вы можете значительно повысить товарооборот в своей группе, буквально за последние несколько дней. Очень важно, когда вы общаетесь с партнером, чтобы он вам, скажем так, дал слово. То есть я обычно говорю, слушай, я могу на тебя рассчитывать, ты сделаешь свои 100 баллов. Да, если я понимаю, что человек мне не дал 100%, я не могу на него рассчитывать, я тогда понимаю, что, ну, может быть, повезет и выстрелит этот товарооборот. А может быть и нет. Поэтому лучше не надеяться искать другие источники. В принципе, самая главная задача найти людей, которым вы поможете. Здесь очень важно, чтобы был принцип «выиграл-выиграл». Здесь не задача, знаете, каких-то партнеров там развести на деньги или там как-то высоцать с них последние баллы, то есть выжать как мочалку. Нет, это ни в коем случае делать нельзя, потому что ваш бизнес, прежде всего, это бизнес людей, а не бизнес цифр. Поэтому, если даже вы в этом месяце не сделаете квалификацию, но вы оставите команду, поэтому ни в коем случае нельзя делать квалификацию как раз вот путем выжимания своей структуры как мочалку. И об этом постоянно говорит Томас Херсон на своих академиях. В принципе, работу с партнерами, я надеюсь, я вам донес, что нужно сделать. Работа с кандидатами. Если вы проводили много встреч, да, если вы проводили встречи в этом месяце, у вас есть кандидаты, которые не стартанули и которые не сказали вам «нет». Как правило, таких кандидатов порядка 70% и, конечно же, очень важно с ними работать. Самое эффективное, что вы можете сделать, вы можете пригласить их на мероприятие. У нас будет еще в четверг стартовый семинар, да, и вы можете пригласить туда. Если, может быть, в следующем месяце у вас будет такая ситуация, будет бизнес день, это вообще отлично. Вы можете пригласить, могли пригласить также на такой вебинар. Это может помочь человеку принять решение и стартануть. Также очень важно провести повторные встречи с вашими кандидатами. То есть, если вы с человеком провели встречу и не закрыли, скажем так, сделку, да, он ни туда, ни сюда, то важно назначить повторную встречу. И самое эффективное, что вы можете использовать, это использовать своего спонсора. Обычно мы рекомендуем сказать нашему партнеру, нашему кандидату, ты знаешь, я могу тебя познакомить с человеком, который в этом бизнесе зарабатывает уже очень хорошие деньги, да, если это так. Если ваш спонсор не зарабатывает еще хорошие деньги, вы можете сказать что-то другое, что-то хорошее. То есть, сделать промоушен спонсору и очень важно, чтобы эта встреча состоялась, потому что наши знакомые, если это речь идет о наших знакомых, они нас просто не слышат чаще всего. Поэтому очень важно, используйте спонсора, проводите вторые встречи, ну и, конечно же, мероприятия, приглашайте на мероприятия людей. И работа с клиентами, ну это, в принципе, продажи, это то, что может дать очень значительный результат, особенно если вы это донесете к своим партнерам, да, потому что если вы и ваши партнеры работают с тест-паком, то у вас есть хороший, ну скажем так, хороший запас прочности, да. У меня есть партнер в Никополе, который буквально, ну буквально сами за несколько дней, они благодаря тому, что обзвонили по анкетам 30, они обзвонили 30 человек, то есть это было 30 анкет, они сделали 400 баллов личного оборота. То есть все очень просто, они звонили и говорили, слушай, я держу в руках твою анкету, ты здесь поставила там десятку пенки, допустим, а мы сейчас делаем заказ, у нас есть сейчас возможность сделать заказ со скидкой или, допустим, по акции, это касается акции особенно, да, сейчас о акциях мы тоже поговорим. Я сейчас делаю заказ, я могу тебе что-то заказать. Таким образом, с 30 анкет у них было 400 баллов личного оборота. А вы можете себе представить, если у вас в группе таких человек 10, это уже 4000 баллов. Да, если у вас таких человек 100, это уже намного больше оборот, поэтому обязательно этот метод используйте. Акции. Это отдельная тема, да, я сегодня покажу вам акции, которые действительно в этом месяце, в этом месяце замечательные акции, глупо не воспользоваться ими. Эти акции, конечно, нужно донести вашим клиентам и вашим партнерам, которые не в курсе, которые не активны. И новые продукты. Есть у нас очень много клиентов, которые, допустим, не знают, что у нас появился Майдмастер. Да, некоторые не знают, что у нас появилась детская серия не так давно. Да, может быть, кто-то не знает, что есть какие-то другие продукты, да. Поэтому очень важно, это хороший повод позвонить своему клиенту, напомнить о себе, да. И если речь идет о партнерах, да, то вы должны с ними работать точно так же, как со своими клиентами. Как правило, таких людей очень много у вас в сети будет, иногда это порядка 70%. Это партнеры, которые не активны в бизнесе, которые не посещают события, но с ними можно хорошо работать и им так же можно давать тест-паки, их так же можно извещать о новых продуктах и о новых акциях. Вот, в принципе, это основные такие три момента, которые по закрытию месяца. И, в принципе, я вам рекомендую обязательно использовать их, потому что если вы будете все делать сами, если вы будете пытаться в одиночке это все сделать, то вы будете малоэффективны. Особенно, если у вас квалификация выше младшего менеджера и выше, да, это значит о том, что у вас есть команда, ну, чаще всего. Друзья, я хочу вам напомнить еще о акциях, да, которые у нас действительно в этом месяце. Вы можете купить замечательный набор Allover Box с хорошей скидкой, вы можете купить набор по, скажем так, солнцезащитную серию, да, с очень хорошей скидкой. Сейчас это очень актуально, учитывая, что у нас такая жара парфюмы, звездные парфюмы просто по смешной цене. Вы знаете, иногда я общаюсь с кандидатами, мне как-то аж неудобно за такую низкую цену наших парфюмов. Вот, честно скажу, как-то хотелось бы, чтобы она уже чуть-чуть была повыше. Но это касается парфюмерии, это лично мое мнение. Есть очень классная акция по лакам, да, для ногтей и по серии Nova Pure. Вы можете это все посмотреть у себя в бэк-офисе. И также ароматы от Haddy Klum, да, насколько я понимаю, что это остатки, да, их можно купить себе. Да, и ароматы, в принципе, все звездные ароматы, они идут со скидкой. И это практически та цена, которая была еще полтора года назад. Ну и то, что лично меня мотивирует больше всего, это питьевые гели. 1 плюс 1 равно 3. И я думаю, что многие из вас, многие из наших партнеров, клиентов, они уже присели на эти питьевые гели. И это очень классная возможность значительно повысить свой товарооборот. Потому что люди, которые у вас когда-либо покупали этот гель, это хороший повод позвонить вам, позвонить им, да, и предложить эту акцию. Ну и Mindmaster, кто еще не приобрел эту акцию, да, у вас есть возможность ходить в эксклюзивных очках, да, получить эти очки в подарок при заказе вот этого вот набора. В принципе, я бы хотел дать четкое задание, да, для людей, которые планируют этот месяц закрыть, закрыть с новым уровнем или подтвердить предыдущую квалификацию, да. Я бы хотел, чтобы вы составили план, прежде всего, со своим спонсором. Составьте план со спонсором, созвоните с ним прямо сегодня же, прямо сейчас, после этой школы, и заявите о своих намерениях. Заявите о том, что тот планировщик, который вы заполняли в начале месяца, он действителен, и вы действительно намерены сделать эту квалификацию, которую вы хотели. Затем вам нужно сделать то же самое со своими ключевыми партнерами. То есть вам нужно составить с ними план. Как раз вот этим, по вот этим трем пунктам, о которых я говорил. И, конечно же, нужно сделать работу. Позвонить всем кандидатам, которые вы проработали за эти последнее время, пригласить их на стартовый семинар в четверг и на повторную встречу со спонсором. Или туда, или туда, или и одно, и второе. Вы можете состыковать, конечно же, их в скайпе. Можете личную встречу, если это возможно, организовать. Ну и позвоните обязательно всем своим клиентам, неактивным партнерам. Расскажите о акциях, о новинках. Расскажите людям, которые у вас брали тест-пак. Буквально сегодня я забрал тест-пак и получил заказ там на два товара. Я сказал, девочка Наташа, я сказал, Наташа, напиши мне, пожалуйста, рекомендации. Она как-то так не особо хотела, наверное, это делать. Ну, я сказал, что, знаешь, вот здесь есть 25 пунктов, ты можешь получить 25% скидку на свой заказ. Она хотела пенку и скраб. Ну, в принципе, это ее смотивировало, и она написала не 25, а 20 пунктов она написала. Поэтому, друзья, у нас отличные инструменты, нужно просто ими пользоваться. Я хочу пожелать вам, чтобы вы этот месяц, май, этот жаркий, знойный месяц, закрыли как раз ту цель, которую вы ставили, чтобы она у вас, чтобы ее достигли, чтобы вы закрыли новую квалификацию. И на бизнес-дне 20 июня мы с удовольствием будем приветствовать вас. Мы с удовольствием будем поздравлять вас с новой квалификацией. И, конечно же, это будет мега событие, на котором будет очень много приглашенных гостей. Там будет презентация новой линейки, нового продукта. И я думаю, что будет еще очень много позитивных и классных новостей. Друзья, я был рад работать с вами. Я надеюсь, что здесь очень собрались амбициозные люди, те люди, которые не останавливаются перед никакими трудностями. Да, и я желаю вам закрыть этот месяц, чтобы вы потом взяли бутылочку шампанского, сели дома со своей второй половинкой, если такова есть, выпили и сказали, что вот это мы молодцы, вот это мы потрудились, вот за это стоит выпить. Конечно же, будут люди, которые будут вспоминать и думать, ах, не доработал, ах, не хватило там 100 баллов или 500 баллов, а мог бы доработать. Поэтому, друзья, я рекомендую вам выбирать, всегда выбирать самый сложный путь. Выходите из зоны комфорта, обязательно действуйте, обязательно боритесь до последнего и у вас все получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова